привет сейчас буду сыпать соль на рану тем кто против лапши на стальке тут вот небольшая деревенька мы здесь блин уже 6 лет назад наверное развели сети начали пробовать подключать абонентов лапшой в другом месте где у нас основной сегмент сети мы подключаем круглым дропом круглячком а здесь вот именно лапшой я хочу сказать что за 6 лет ну я чинил наверно ну максимум пять раз ну это у нас обледенение не было то есть такого чтобы деревья валились там на кабель еще что то нет то есть как показывает практика вот эта лапша при должном соблюдении каких-то норм там правил там без длинных пролетов она довольно хорошо работает причем я сперва начал крепить ее на такие пластиковые адваки не как сейчас с пластиковой дужкой а с металлической дужкой я уже не помню мне все севастополя по моему мне их присылали причем интересно человек одну партию продала одну прислал счет не выставил и пропал вообще короче не знаю куда он в общем они эти зажимы ну давайте их не адваки буду называть а просто зажимы они отработали где-то наверное четыре года и начали вот это внешнее внешний корпус начал ломаться я потом начал там где замечал что так такое произошло я начал менять на вот эти обычные пластиковые адваки с пластиковой дужкой с разъемной и вот они уже работают очень долго и в принципе к ним никаких замечаний не нашел вот в одном месте вот где я сейчас буду работать вот у этого абонента тут есть длинный пролет вот у него по моему оболочку срывала я приезжал как-то чинил но починка лапши знаете занимает буквально там я не знаю 15 минут пока там лестницу снимешь то есть опускается это лапша на землю варится муфта вот эта муфточка до китайская соединительная все поднимается все работает то есть это не так как починить допустим дроп кругляк ну хотя кругляк бы в этой ситуации не сломался но у него бы ползала волокно понимаете какая штука если вот так вот проанализировать количество вот таких вот аварий на этой сети которая построена на лапше и на сети которую который у нас построена некачественным круглым дропом то там у нас проблем больше то есть волокно ползает по модулю и частенько получается выезжаем и начинаем ну переваривать там муфте волокна ползают здесь же такого нет вообще ну понятно что волокно не ползает она вплавлена в оболочку и она там держится но здесь распределительная сеть и магистральная построена на хорошем кабеле это три с половиной килоньютона кабель производства трансвок диаметр девять с половиной миллиметров многомодульной конструкции с ним никаких проблем нет вот на него точно может дерево упасть завалить его до земли с ним ничего не будет он будет работать так а вот здесь у нас смотрите какая ситуация здесь вот шла да не шла шла хотел сказать транзитом петля петля была вот на том запасное кольцо я как-то хотел отсюда дома подключать ну чё так получилось мы его в общем оставили надо его было здесь расположить муфта у нас вон там на повороте находится оттуда вот эти домики были подключены два года назад там у абонента дом сгорел мы его отключили и сейчас вот он позвонил мне часом позвонил осенью говорит я горит собираюсь назад возвращаться эти подключи меня я бы решил подключить с этой точки кабель перетащил дроп ему прокинули новый домой но что-то меня здесь отвлекло я по какой-то причине муфту здесь не сварил не помню почему ну в общем не сделали зимой в общем его здесь не было и так вот сейчас вот мы с ним созвонились он говорит я на месте давай включать смотрите здесь я подключаю дроп следующим образом я его в этой деревне навеваю то есть я его не кидаю вот этими ну как сказать гитарами да как вот евгений борисович говорит пучки струны если есть возможность навить я его набиваю и вот у нас периодически в чате бывают споры что этот кабель плохо навевается потом он бородой там ну в общем свисает вот хочу показать я надеюсь видно будет вот смотрите вся длина это вот нижний сейчас кабель который в кадре это как раз таки самонез с навитой лапшой навеваю прям со сталькой рядышком чуть повыше витой кабель как видите это по моему или фонарка до фонарка выше там провода голые это непосредственно питание вот смотрите практически нет никаких никаких провисов ничего нету то есть кабель отвиселся где-то 6 месяцев наверно то может быть и 7 я уж не помню когда я тут был здесь ну такое у меня крепление было такой в машине валялась вот этот крюк него кто-то присылал на тест посмотреть я их не стал использовать у суда его просто повесил так а вот кстати видите ниже видно вон но то крепление про которое говорил лента одна крюк вот этот ук 0 1 я их попробовал здесь использовать и больше их не использовал это все ерунда шляпа полная мы делаем но от крепления ставим производства так все забываем зова как завод-то этот торговая марка у них волском как-то 15 килоньютоновая но в общем здесь получилось она на 2 ленты закреплена потому что здесь была точка крепления говорил что кольцо было резервное здесь поэтому так получилось я его не стал срезать перекрепил ниже еще одно крепление вот к абоненту в дом пошла лапша вот на этих вот адваках на пластиковых здесь видите когда за мачту цепляется потом стяжечками вот сюда вентиляционную шахту вместе с кабелем питания уходит дальше по моему грунтом как-то ну в общем по по территорию заходит в дом трубка я хочу сказать что брак ну есть ладно я не буду как бы говорит что вообще не было в одних местах где у нас по какой-то причине мы не закрепили не за им за анкеровали кабель адваком пластиковым до произошло небольшое сползание но это все чинится финица а почему мы там не чинили а просто одно место знаю где такой есть мы там не подключили кабель протянули а что-то мужик слился и там наверное четыре пролета так накручено ну если там кого-то вдруг будем когда-то подключать то естественно за анкерим и сделаем так сейчас здесь я буду разрывать петлю резать делать монтаж муфта я не помню там по-моему делителя не было поэтому я наверное не делал монтаж ну и каким-то образом каким-то образом буду делать располагать там запасы этого дропа чебурашку делать скажет иван в общем буду работать чего-нибудь час засниму так что тут у нас я понял я тут еще не смог выкинуть я руками натягивал меня по моему лебедки не было сколько было сил столько и натянул хотел сюда приехать с лебедкой давите не сильно а там по моему тоже не поддерживающая натяжная ну короче сюда надо будет потом а здесь как-то натянул аль у меня не было 2 вязки на что-то короче это была штука так вот ведь как натянута закручена вручную на вид а единственное вот тут что-то его это провернула нехорошо было бы лучше его развернуть так а это у нас было поддерживающее крепление поддерживающие датика я сразу наверно так как она вот так сделают сразу обычный дроп не знаю где его взял миа 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 это по моему fiber tool по моему это наверно один из немногих дропов который имеет правильную прямоугольную конструкцию то есть не не скругленные края вот именно прямоугольничек 2 на 3 миллиметра почему я уберу потому что его удобно расчищать вот в этом инструменте в татар стрипер который он туда прям плотно заходит так стальку здесь я не вырезал тут тут диэлектрик там диэлектрик это когда металлический адвак тогда цепь имеет но был просто такой случай в россии нехороший где-то 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 в тюмени что ли 10 киловольт линия была изолятор сорвало и упала на дроп и монтажник полез хотя слышал что прям катушка гудела блин и он решил его откусить боялся что напряжение пойдет в дом к абоненту и полез откусывать его нафиг малин вот такие дела поэтому ну как бы сторонники как противники такого дропа сейчас трубят про это хотя ну сами понимаете что такой несчастный случай конечно никто не застрахован так тут я увижу да какой откуда так а ну-ка посмотрим ух ты чуть не сломал что тут у меня да нет вроде как вроде как она значит у меня пиктейла не было тогда да я помню чего-то не было я не стал делать faber tool видите делилка faber tool там что-то какие-то судебные дела идут насчет этих делителей где-то ребята с кем-то не согласовали начали делать а вот это большая увеличенная траверса связь строй деталь здравствуйте а вот то что в том году не доделали соседа вашего кабель ему восстанавливаем который сгорел ну вот там возле да 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 связь ему делает да у него был ну кабель тогда сгорел отчет по осени не сделали вот час поэтому мы тут аккуратно к вам грязь никакую кидать не будет понятно ладненько буду работать так как бы туда слезть так где у меня стол здесь буду работать да не давно я этим не занимался не подготовлен а нет есть цветная изолента хорошо я цветной изолентой всегда помечаю старший кабель старший имеется ввиду тот который сигналом в данном случае это вот этот так ну вот так вот вышла муфта не стал ничего снимать во время монтажа потому что что-то тучки ходили думал дождик будет спешил так с этой стороны здесь у меня приходящий восемь волокон всего лишь в одном модуле одно волокно здесь уходит на муфту мне тут по улице восемь муфт или семь одно в резерве волокно все под сигналом сигнал до делителя плюс 10 наврал минус 10 чет плюс 10 я бы убежал отсюда тут бы все расплавилась день 2 вчера получилась досадная штука смонтировал я муфту думаю сейчас полезу запишу как я там все это оккультуриваю креплю ее включил гупроху полез столько вам всего интересного рассказал вот а потом спускаюсь смотрю экран выключен думаю чузырунда думаю ну наверно на стройке ладно доехал до дома включая на флешки у фига блин обидно я там так старался блин так старался вот а еще вдобавок еще из офиса девчонки пишут что там где-то мусоровоз проезжал в общем одного абонента и зацепил стрелой там или чем я уже не знаю зацепил оптику сорвал там с двух пролетов нее даже дома роутер к потолку подлетел мы там не засверливались а через вентиляционное отверстие там ремонт я как помню она готове не надо ничего делать типа вот у нас спутниковая антенна там у них было как-то 3g или спутник ну короче горит старый кабель убирайте свой типа через него пропихивайте но мы так и сделали в общем прихожу а там роутер под потолок улетел аж вот такие дела в общем я весь день весь день там как обезьянка прыгал перетягивал ну перекрепил заново там кабель выше поднял хотя там уже сип очень сильно его растянул он там опору потянул в общем не знаю следующий следующий уже будет кабель силовой если там поедет опять кто-нибудь высокий вот ну я думаю ладно уже коли я тут ковыряю сейчас поеду залезу на эту муфту ну и хотя бы покажу результаты работы чтоб не так обидно было а то так старался так старался работал у меня как-то кузнечик и люха не помню почему кузнечик зеленая клику х было это вот он этот поезд где-то притащил и так он всем понравился больше такого нигде не видел ну вот вот так вот получилось вот абонентский отвод вот здесь колечко под него и все заходит в муфту вот я как-то все пытаюсь вам это показать как я тут делаю да все никак вот вот так вот все это выглядит вот так вот просто за ftth гильзу этой самой заглушкой подтягиваем и все и вот здесь с пол оборота сюда заходит и все и не ничего мы вообще не делаем и ничего не нужно и у меня ни разу вообще ни одного случая вообще за мою практику не было чтобы здесь что-то лопалось ну мы делаем в этом месте соответственно в этой деревне мы делаем все на этой лапше то что тут лапша разделана здесь нет силового несущего элемента я его вот здесь вот оставил вот я его тут отрезаю чтобы он не путался потому что но он мешается вот ну и здесь вот так вот особо сильно я тут конечно нет а не не выводил ну вот так вот когда вот здесь вот поуже вот это вот крестовина это широкая большая увеличенная но она конечно гибковата она такая шаткая ей бы здесь если бы вот прессом каким-то сделали бы ребро жесткостью вот штамповку вот это было бы тема да вот я бы тогда бы прям связь строй деталь прямо как бы это многократно бы зауважал за это ну вот делаю так подешевле конечно а так она вот гибкая такая она и загибается вот так видите тут прям реально штамповочка нужна к это она загибаться то будет ну тогда надо усилия будет давать вот здесь так вот когда она короткая я этот кабель еще сильнее сжимаю вот она где-то вот такая и на стяжке принципе она также выглядит здесь вот все вот эти электротехнические эти кронштейны я на них делаю я не не делаю у кпшки у кн не ставлю потому что у них душка вертикально расположена а здесь горизонтально получается мне так больше нравится и тут по моему она этих острые края но он тут на таких пролетах у меня не было ни одного случая чтобы обламывалась вязка просто есть такие узлы у которых вот здесь вот в этом месте ну скошено там я не знаю как это делается или штампом или еще как гладкий углов нет ну вот в общем такая вот такая вот штука тут у меня все это здесь вот хранится заглушки все эти всегда во всех муфтах ну тут получается тут были белые а и кстати вот именно только в этом месте я вот реально в других местах не встречал вот буквально за год все покрывается какой-то вот зеленкой какой-то мог здесь все муфты прям вот реально так ну все то есть когда их много здесь получается с этой стороны сюда закидываю с этой они идут вот так вот в эту сторону модуль fiber tool пиратский пиратский модуль fiber tool ну работает так закрываю все поехал я домой то что там бабушку хотели подключить я посмотрел у нее перед домом там в 10 метрах от дома там другая муфта такая же у нас линия так заворачивает над улиц поэтому она будет подключаться оттуда а это муфта вот на эти дома все но тут люди так приезжают на выходные особо интернет не нужен бабушки одни одни бабушки живут здесь все вот теперь надеюсь записалась поеду домой монтировать все всем пока